всем привет сегодня я хочу снять видео и поделиться с вами тем как я вышиваю мои работы мне писали девочки в комментариях спрашивали как и вышивая как у меня получаются вот такие ровные крестики какую методику я использую и просили просто поделиться опытом на самом деле как вышивать ровные крестики есть очень много способов есть много видео у каждого есть свой любимый способ имеет а знаете в процессе зависимости от того как у нас идет организован наш процесс каждый для себя выбирает более оптимальный вариант я для себя нашла свой оптимальный вариант и поэтому хочу поделиться ну во первых на роль ровных крестиков играет очень сильно организация процесса но в данном случае мне очень нравится чтобы работа была натянута на раму крестики не пережимаются все очень ровно все очень аккуратно полотно перед глазами и у полотна идет ровное натяжение до без всяких загибов конечно и на пяльцах и на кюснапах можно вышивать ровные крестики но для меня вот самым оптимальным вариантом удобным оказалось все таки рама это первое во вторых для того чтобы вышивать ровные крестики я использую вот такое вот нехитрое устройство это стежка укладчик продаются уже готовые можно приобрести а можно самостоятельно смастерить вот такой вот стежка укладчик у меня их несколько в данном случае я показываю с пластикового наперстка изготовлен есть у меня силиконовый как изготовить все тоже очень очень просто ну во первых нужно подобрать этот наперсток который будет вам более удобен будет подходить хорошо на ваш пальчик вот у меня на безымянном пальчике он вот так смотрится он не походит хорошо по размеру этот наперсток я нашла в китайских наборчиках на такие маленькие дорожные там где ножнички какие-то ниточки я увидела померила что мне подошел купила несколько таких наборов чтобы было запасы и попрактиковаться вот и приобрела вот такие вот наперстки он очень дешевенький но он очень легкий и он очень практичный для меня вот самое то прям идеально дальше что мы делаем мы берем иголку любую ну нужно по покрупнее от 24 номера и больше у меня здесь 24 берем иглу вот за острие не руками а каким-нибудь приспособлением зажимом каким-то да и держим над огнем над газовой плитой либо можно над зажигалка чтобы она вот ушко начало так темнеет но чтобы она раскалилась потом раскаленную иглу берем и вот так вот прикладываем к наперстку нажимая так как игла раскаленная она будет выпаиваться прям в пластик вот так видите на камеру настроилась настроилась вот все и главпаялась потом можно сверху чем-то украсить покрасить обмотать ниточкой вот у меня есть 2 но нужно такой припыленный да потому что ему много-много лет и ниточка сверху уже припылилась а этот вот такой как как есть вот этот стежка укладчик помогает нам ровнять наши ниточки которые перекручиваются в процессе и руками это делать неудобно а вот таким устройством очень даже легко и удобно так и знаете я уже за много лет так привыкла и иметь его на своем пальце что даже если он мне не нужен он все равно на этом пальчике это вот такой уже технический у меня процесс обязательно он должен присутствовать дальше что еще по поводу крестиков ну вернемся непосредственно к технике вышивки крестика есть несколько способов да есть вышивка в два прокола к примеру данная техника мне не подходит потому что у меня не получаются ровные крестики есть девочки вышивают у них получается может быть у вас получится пробуйте у меня не получается поэтому для себя я эту технику сразу отбросила я попробовала ниточка крутится крестики получаются неровные мне не нравится вот вы можете попробовать есть видео найти посмотреть техника в два прокола дальше обычно по инструкции когда мы покупаем любой набор посмотрим инструкцию техника вышивки креста нам предлагается ввести ниточку из нижнего левого угла крестика в верхний правый уголочек то есть сама ниточка у нас кладется шов идет снизу вверх до снизу вверх ну и потом соответственно также закрываем наш стежок в технике парковки ленивой парковки и вот так как вышиваю я я вышиваю мои крестики сверху вниз когда идет стежок с верхней правой точки вышивается в нижнюю левую и крестик кладется вышивается сверху вниз стежки да я надеюсь я понятно объясняю мы еще вместе по вышивам посмотрите таким образом крестики получаются более ровными мы не разрушаем рядом стоящие крестики потому что если мы иголочкой будем протыкать в том месте где уже вышиты крестики и стащите иглу снизу до с обратной стороны какие-то ворсиночки могут быть выходить что-то может нарушаться получается не очень аккуратный крестик а вот если сверху вниз рядом стоящий то наоборот мы поправляем как бы вот соединение крестиков да вот эту точку где не соединяются получается более аккуратно так вышивают парковкой так вышивают ленивой парковкой и так вышиваю я по цветам я раньше тоже вышивала парковкой некоторые работы я вышиваю парковкой но последнее время я поняла что мне нравится больше по цветам потому что схемы здесь к примеру у меня очень простая нет смысла делать все эти сложные комбинации с иглами парковать и так далее ну давайте вместе повышиваем и заодно вы посмотрите как у меня здесь обстоит как у меня идет процесс в общем то я себе подготовила здесь ниточку вышивать мы будем здесь воробушка здесь в нем используется около пяти оттенков ну вот так на скидку я смотрю на схему думаю что около пяти оттенков нити используются вот в этом небольшом участке давайте вышьем этого воробушка и вы посмотрите как я вышиваю я надеюсь вам это поможет мне здесь камера близко стоит и не будет неудобно наверно вышивать так надо настроить лампу чтобы хорошо падал свет я-то вижу ну чтобы и у вас на камере было все хорошо видно надеюсь увеличение тоже достаточно и так видно видно ну в общем то припарковала я значит здесь припарковала заправила ниточку и начинаю вышивать мои первые стежочки вот мне здесь нужно вышить крестики вы сразу высшего видите сверху вниз и сразу стежком кладчиком я ровняю мою ниточку чтобы они ложились ниточки две параллельно не перекручивались немножко камеру повернула получается немножко полубоком потому что по-другому я не могу вышивать вот так видите вот расправляю сейчас вам показываю так сказать медленным процесс как я вышиваю чтобы вы могли посмотреть как я работаю стежка укладчика где не нужно я его не использую в жизни конечно все это идет намного намного быстрее идет уже просто на автомате я даже об этом не задумывалась каких-то своих движениях мои мысли идут только то где и сколько каких крестиков нужно вышить чтобы идти правильно по схеме когда вы будете вышивать первые первые ваши стежочки со стежка укладчиком будет неудобно может быть очень медленно не обращайте на это внимание с со временем с очень по прошествию небольшого количества времени вы научитесь это просто нужно немножко потренироваться вот и все и у вас все получится вы норовитесь ну конечно для этого нужно иметь станок нужно чтобы у вас были две руки свободные нужно вышивать двумя руками если вы еще не умеете вышивать двумя руками то нужно учиться если у вас есть станок если вам нравится вышивать на пальцах или на кисна пах одной рукой не заморачивайтесь вышивать и так как вам нравится ну вот а если вы хотите скорость увеличить в ее уже попробовали вышивать и вы понимаете что вам это нравится то тогда конечно же нужно учиться вышивать двумя руками вы не пожалеете удобно быстрее и не так будут уставать ваши руки одной рукой все таки вот туда-сюда очень устают я когда вышиваю где-то в дороге одной рукой я очень устаю я вы даже не представляю как девочки вышивают большие картины одной рукой может быть они вышивают два прокола вот мне заканчивается нитка надо было взять по польше ниточку по длине и новенькую ладно какая была припаркованная такая была все и и закреплю начну так продолжаем я надеюсь вам хорошо будет видно потому что устроить такой процесс съемки чтобы хорошо были видны именно крестики как вышивается процесс конечно самом деле технически сложно так вышивать но это у меня получится потому что много было запросов именно показать как я вышиваю как у меня получается вот такие аккуратные ровные крестики я когда училась вышивать первые мои вышивки конечно не блистали ровностью ну хотя бы все было в одну сторону потом я стала обращать на это внимание и стала искать тоже способы как вышивать ровные крестики как научиться вышивать быстрее аккуратнее на все вот эти секреты тогда я для себя нашла парковку и стала учиться вышивать классической парковкой вот самый самый правильный и вышивала все как положено исправляя каждый 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 полукрестик работа шла долго но конечно крестики у меня получались там вообще супер идеальный и лицевая сторона просто у меня там шикарно есть у меня одна такая работа я наверное вам ее может быть в конце видео покажу эту работу конечно на форме на под стеклом будем стараться передать насколько это возможно четко с этой картины на это был не такой опыт я там вышивала все очень идеально но потом немножко расслабилась как говорится рука набилась и вышивка у меня уже летит на автомате да у меня не прям все 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 крестики идеальные но проскакивают и не идеальные в общем массе это не видно и вот для меня для себя я еще сделал такой вывод очень важный для меня что у меня больше беспокоит и волнует лицевая часть работы нежели изнанка конечно я стараюсь не делать не узлов каких-то больших протяжек но в то же время я не беспокоюсь по поводу того что у меня не идеальная изнанка а потому что я вышиваю картины изнанка все равно закроется и в общем-то особо она никому не нужна и я заметила что если сильно гнаться за изнанкой хорошей то страдает лицо а смысл тогда не вот в этой изнанке если у меня страдает лицо самое главное до вышивки поэтому я сделал для себя вывод у меня просто аккуратно и изнаночка вот не идеальная и неважно есть протяжки ничего главное мне нравится чтобы у меня красивый были крестики на лицевой стороне и я вам покажу свою изнаночку сразу предупреждаю перфекционистов не ругаться у меня вот такая изнанка для меня она нормальная я знаю девочки есть вышивают и большие работы и там изнанка чуть ли не идеально вот я так не могу это не мое я могу вот так и меня все устраивает вот видите мы с вами потихонечку рядочек за рядочком прокладываем нашего воробушка на я как говорила я уже вышиваю по цветам не так легче проще я выбираю себе участок и отшиваю там какой-то цвет но опять же хочу сказать что все зависит тоже от дизайна у каждого дизайна есть свои какие-то тонкости каждый дизайн вышивается немножко по-своему некоторые дизайны действительно требуют вот классической парковки потому что там идет большое смешание цветов и по по цветам тяжело вышивать я не использую программу кростить сага паттермейкер не использую мне нравится вышивать по бумажке но я говорю сейчас о простых средних таких работах я не говорю о хаедах ст и других сложных где действительно там с бумажкой далеко не уедешь простые работы простые схемы для меня вышиваются лучше по бумажке потому что я люблю держать схему как говорится у себя прям перед носом и и это сокращает сокращает время на выискивание где ты находишься что ты вышиваешь то есть для меня это какие-то доли секунды посмотреть правильно я вышиваю сколько крестиков нужно вышить если это компьютер мне нужно поднять голову куда-то посмотреть если это будет телефон ну куда мне его сюда крепить опять же он где-то должен быть рядышком какая-то подставка и все равно нужно поднимать голову искать смотреть отмечать с этой точки зрения мне как бы не практично поэтому я люблю по бумажной схеме но опять же это в том случае если мне простая работа если это будет сложная буду вышивать конечно через компьютер буду как-то искать способы организации вот так или процесс видите тихонечку самое главное вышиваем сверху вниз вот и вся вот и весь секрет как говорится а секрет это никакого нет все очень просто ну и стежка укладчик очень помогает что руками на самом деле не раскрутишь так ниточку она все равно в процессе закручивается лохматиться когда есть стежка укладчик все очень просто эти и сразу способы как укладывать ниточку я могу и просто держать и она при натяжении равняется если она сильно закручена я могу поставить иголочку между двумя ниточками вот так и она сама выравняется и уложиться так все просто просто нужен опыт нужно потренироваться и вы найдете для себя ту технику которая вам больше подходит вот есть девочки по такому же принципу вышивают работы сверху вниз вот для меня это непонятно как можно вышивать сверху вниз я не могу я не знаю потом как парковаться но это тоже есть техника можно всему научиться кому-то кому-то удобнее вышивать сверху вниз работу вести вот таким же образом прокладывать стежки я вот вышиваю обязательно снизу вверх мне вообще абстрактное мышление очень слабо развито скажем так у меня больше развито техническое мышление причем это все как-то от природы заложено я сколько бы тестов не делала у меня как бы техническое мое мышление подает самые-самые большие проценты вот я могла бы заниматься в этой области если бы развивалась а вот абстрактное у меня очень мало процентов мышления вот конечно все развивается все меняется ну вот как для сравнения для сравнения к чему я там говорю что абстрактное мышление помогает вот именно в голове в нашей переворачивать схемы работы вышивать сверху вниз справа налево слева направо и так далее вот так 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 где я нахожусь здесь главное не потерять то место где я вышиваю а то знаете вот так вышиваешь на камеру болтаешь а потом садишься смотришь куча ошибок начинаешь все это распускать осталось чуть-чуть уже этого значка и я возьму другую ниточку вы посмотрите как наслаивается цвет за цветом ну в принципе я думаю вы все прекрасно это понимаете как наслаивается даже все вышиваете главное в начале не спешить разобраться как вам удобно а потом скорость она знать она сама прирастает вы удивитесь как это будет происходить незаметно так так здесь здесь вот наверное всего воробушка мы вместе с вами не вышим потому что здесь нужно пару часов чтобы вышить всего воробушка но чуть-чуть мы его повышевали и немножко погоде у нас была зима несколько дней температура опустилась до плюс 6 градусов на 31 1 января 31 декабря 1 января в афинах даже был снег здесь у людей был шок вообще афина это южная точка греции и здесь самый теплый самый приятный климат зимы практически нет но зима у нас такая что ну максимум до плюс четырех но если вдруг где-то в какой-то день будет ноль это знаете это трагедия для греции катаклизм так я перезакрепилась потому что вверху я уже все до вышивала осталось внизу говорили мы о погоде вот если в греции выпадает снег чуть-чуть да вот просто ну первый снежок как у нас выпадает здесь закрываются школы сразу везде пробки по телевизору показывают что происходит в афинах люди к этому не привыкшие не приспособленные и конечно же это вызывает очень большую панику в городе да в основном температура опускается максимум до плюс четырех очень такая скажем теплая зима но здесь особенность в том что очень высокая влажность и даже когда есть плюс 4 поверьте очень холодно потому что высокая влажность и вот этот холод эта влажность пробирать просто до кости на самом деле лучший минус чем вот эта влажность и есть такие районы где очень холодно очень холодно здесь много присутствует в афинах микроклимат потому что афины окружены горами и вот этих гор сходят разные потоки воздуха которые несут с собой холод тепло и в зависимости от района где вы находитесь какой-то низение или на возвышенности очень много районов на горе там свой микроклимат и если брать афины от точки где море от побережья да как правильно называется забываю уже русские слова до до края афин до края как называется на сатики там где начинается у нас горная гряда температура различается в 45 градусов то есть можно если вы живете у моря поехать в тот район и поехать в футболочки приехав туда вечером можно замерзнуть ну вот есть такие особенности интересные в афинах к чему я говорю потому что здесь афины не приспособлены к холоду и как таковой зимы у нас нет и даже вот если дожди начинают идти люди в пожилом возрасте не выходят из дома те кто не работают не выходят из дома ну все вот дождь идет непогода настолько избалованные настолько заниженные даже вот те кто живут в салониках тоже как бы немножко подсмеиваются над афинцами потому что в салониках но более такой уже климат похожий на наш есть и холод и все есть а вот афинах конечно очень очень теплая погода и вот сегодня у нас плюс 13 у нас плюс 13 у нас очень теплая хорошая погода солнышко вот и зима в принципе так и проходит пару дней дождь пойдет потом немножко где-то какой-то ветер холодок потом опять солнышко и это очень интересно особенно какие-то солнечные дни если выходные выпадают едешь в кокрополю сейчас я ниточку закреплю закрепились мы часто ездим кокрополю мне нравится ходить вокруг там такая приятная атмосфера энергетика сидим там пьем кофе ну и конечно же это такое туристическое место где приезжают очень много туристов вот и в такие солнечные дни можно увидеть туристов футбол очках в каких-то тапочках очень очень налегке и сразу видно где туриста где коренные жители потому что мы это в сапогах мы в куртках несмотря на то что солнышко мы знаем что есть очень высокая влажность и холодно вот люди когда приезжают с перемены климата особенно у кого минус 20 до какие-то страны и сюда приезжают плюс 13 все зеленое солнце вот просто психологически мозг это не воспринимать не может перестроиться и кажется что здесь лето люди ходят вообще на легкие и я тоже когда вот первый год приехала в грецию приехала в ноябре была как раз такая же теплая хорошая погода солнышко все зеленое у нас сейчас сезон дождей природа напитывается влагой зеленеет трава какие-то цветы цветут и вот я когда приехала увидела и смотрю греки в сапогах таких вот вольтах куртках думаю что за люди странные тепло же очень тепло я не могла прочувствовать этого холода и действительно мозг не воспринимает вот такой зимы то ну мы кто привыкли то выросли с россии украины и разных странах где есть четыре сезона здесь два сезона это лето и зима причем зима она вот такая вот очень теплая и очень умеренная так ну что мы тут с вами на вышивали вы видите как идет процесс потихонечку вот ниточка за ниточкой я наслаиваю и потихонечку вышиваем покажу вам я сейчас изнаночку вы посмотрите как у меня она выглядит минуточку я немножечко вот здесь при паркуюсь вот так выглядит моя изнаночка я перевернула сейчас раму вы видите как это выглядит кверх ногами но не важно да просто хотела показать как выглядит моя изнанка не идеальная да вот видите не идеально есть протяжки видны кое-где какие-то закрепки когда мне неудобно отрезать ниточку я не полностью вот так переворачиваю рама чуть-чуть ее открываю переворачиваю и уже там закрепляю как-то отрезание ниточку вот но главное нет узлов нет сильных протяжек просто вот такая вот изнаночка вот здесь у меня полу крест вышивается вышивался и дальше будут эти полу крест и у меня спрашивали как вышивать полу крест чтобы работу не косила полу крест нужно вышивать если у вас идет работа с участием полу креста не только полу крест а если полу крест только то там нужно вышивать по моему гобеленовым стежком полностью все а у меня в данном случае где есть участки с полу крестом можно вышивать один ряд полу крест второй ряд идет гобеленовый стежок и вы видите что на изнанке гобеленовый стежок они такие вот полосочки до более длинные где пол крест это горизонтальные полосочки вот такие тогда работу не перекрашивает если вы вышиваете димен шанс и там у вас полукреста в 3 4 5 6 сложений ниточек то там нужно вышивать не только вот полукрест гобеленовый но нужно также менять направление то ли вышиваете вы его так по горизонтали вперед назад вперед назад потом берете вышиваете по вертикали вперед назад вперед назад постоянно меняя направление вашего вашего отшива то есть не вышивайте постоянно вперед назад вперед назад по горизонтали работу в любом случае перекосит это у всех есть перекос но Но такие перекосы можно исправить при стирке и глажке. Но если будет совершенно сильный перекос, конечно, будет тяжело. Поэтому в таких случаях меняйте направление вашего отшива по горизонтали, по вертикали, по горизонтали, по вертикали. Чем больше вы будете смешивать направление туда-сюда, тем работа будет стабильнее, не будет сильно перетягивать. Ну а если у вас работа вышивается крестом, а есть небольшие участки полукреста, то работа у вас не перетянет. Не переживайте. Вот такая у меня изнаночка. Вот так на сегодня выглядит моя работа. На сегодня план у меня завершить вот этот уголочек. Хотя сегодня и воскресенье, и выходной, но у меня есть дела, и скоро нужно будет убегать. Поэтому хочу поделиться с вами, во-первых, этим видео по запросу. Ну а потом вечером буду стараться дошивать этот уголочек. И что еще? А, давайте я вам покажу ту картину, которую я вышивала первую парковкой, где я очень-очень старалась и выкладывала мои красивые крестики. Вот она моя работа. Первая работа, которую я вышивала полностью парковочкой. Это работа фирмы Анкор, дизайн фирмы Анкор, Village of Welford. Очень-очень я люблю эту картину. Она яркая, сочная. Мне нравится здесь то, что присутствует. Все то, что необходимо в жизни. Красивый дом, машина, в машине парочка и две собаки. Вот домик очень-очень красивый. Здесь можно представить, что это дача, загородный дом. Вот такая красота. Сейчас я выключила лампы, чтобы не было бликов. Здесь у меня простое стекло и с простым стеклом всегда очень сложно показывать работу. Но я стараюсь вот под углом показать вам эту картину. Сейчас вы видите общий ее, общий кадр, да. Постараюсь приблизить и показать сами крестики. Но я не знаю, насколько это возможно, показать именно ровность и идеальность крестиков. Передать через стекло, через камеру. Ну, покажу вам, во-первых, машинку. Посмотрите, какая здесь шикарная машина. Обратите внимание, сколько много здесь бэкстича. Анкор славится своим бэкстичем. И вот именно в этой машине здесь все их возможности. Они сделали очень-очень детальную проработку. Много-много бэкстича. Ну, не в моторе, вот впереди там, где номер, колеса. Вот, посмотрите, человечки. Там мало крестиков. И вот в этих небольшом количестве крестиков нужно было прорисовать лица, их улыбки, передать их настроение. Я думаю, у меня все получилось. Я очень старалась. Эта машина, это просто... Я помню, как я вышивала и как я плакала с видео, что, боже мой, столько бэкстича, шью-шью, а он еще не заканчивается. Ну, вот такая красота у меня получилась. И я горжусь этой работой. И она одна из любимейших. Тоже вот домик, посмотрите. Много бэкстича. Не знаю, как показать вам ровность крестиков. Вот, пытаюсь найти какой-то участок, чтобы именно показать и передать ровность крестиков. Может быть, в траве. Очень сложно, девочки. Наверное, у меня не получится похвастаться и показать вам мои ровные крестики. Но зато показала вам мою любимую картину. Вот здесь в небе, мне кажется, у меня не снулась до конца разметка. Да, были такие моменты. Но к качеству крестиков это не относится. Вот здесь уголочек, мне кажется, хорошо видны крестики. Ну, знаете, когда работа вышита с красивым лицом, с хорошо умоложенными крестиками, наверное, вот такой эффект и должен быть. Крестиков не должно быть, по сути, видно. Мы видим картину нарисованную. Вот. Вот такая у меня есть красота. Очень-очень люблю эту картину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова